Всем привет! Вы на канале не про футбол. Самое непрофессиональное мнение о футболе именно здесь. Сегодня у нас последняя группа, группа смерти, действующие чемпионы Европы португальцы, два последних чемпиона мира, немцы и французы и сборная Венгрии. За последние 35 лет сборная Венгрии всего лишь раз принимала участие на крупном турнире. Происходило это как раз на прошлом Евро во Франции. Выступили Венгрии довольно неплохо, заняли первое место в группе. В плей-офф попали на мощную сборную Бельгии. Сюрприза не случилось. Уверенная победа бельгийцев 4-0. В Лиге наций подопечные Марка Росси также заняли первое место в группе, опередив сборную России, Турции и Сербии. Единственное поражение было от нашей сборной 2-3. Второй матч сыграли в ничью 0-0. Ничья и победа над сборной Сербии и две сухих победы против турецкой сборной. В отборочных матчах чемпионата мира в Катаре Венгрии занимают второе место. Уступает 2 очка сборной Англии. Ничья с поляками 3-3. Два раза вели по ходу матча и упустили победу на 83-й минуте. И две крупных победы над сборными Андорры и Сан-Марино. Я бы сказал, это не потери, а главное неудача. Попасть в такую группу. Группу с гигантами мирового футбола. В сборной Венгрии, конечно, там ловить нечего. Но шанс есть всегда. Травмирован Кальмар, центральный полузащитник, основной центральный полузащитник сборной Венгрии. И, конечно же, Доминик Сабаслай. Главная звездочка венгерского футбола, которого называют Тарым Пушкишем. Который своим голом вывел на чемпионат Европы сборной Венгрии. Перешел из Редбула Австрийского в Редбулл Немецкий. По классике уже. И получил травму. Получил травму еще до этого. И ни одной игры в Бундеслиге так и не провел. И не едет на чемпионат Европы. Должна была быть тут троица быков из Лейтспига. Но один выбыл и осталось двое. Это центральный защитник Орбан и голкипер Петер Гулаши. Петер Гулаши уже давным-давно играет за Лейтспиг. Поднимался с ним с самых низов. На прошлом чемпионате Европы он не играл во Франции. Но там был другой отличный голкипер, который запомнился своими трениками. Здесь лучше чемпион Европы. В 2016 году также попали в группы с Венгрием. Начали чемпионат португальцы не лучшим образом. Три ничи в трех матчах. И вышли в плей-офф только с третьего места. А вот что было дальше, все прекрасно знают. В Лиге наций команда Фернандо Сантош заняла второе место. По два раза обыграли сборную Хорватии и Швеции. С французами показали две равные игры. Одну игру сыграли в ничью, вторую проиграли. За два матча был забит всего один гол. Мяч из сетки доставал Руи Патрисио. К квалификации на чемпионат мира Португалия занимает первое место в группе. Победили в гостях Лексенбург 1-3. И дома обыграли с минимальным счетом сборную Азербайджана. Выхти его матчи против Сербии ввели после первого тайма 0-2. Но не смогли удержать преимущество. Как итог ничья 2-2. Травмирован по Денце из Улверхэмптона и непоятный чемпионат Европы Тринкао. Запасной игрок Барселоны. Если у Тринкао мало игровой практики, то по Денце травма. Но я думаю, это вообще не глобальные потери в сборной Португалии. Сейчас у португальцев, мне кажется, сильнее состав, чем был тот чемпионский на Евро в 2016 году. Хочется отметить многих, но отмечу двух. Это Бернардо Силва из Манчестер-Сити. Бернардо Силва очень мало заметен в медиапространстве. Мало о нем говорят. Многие говорят Кевин Дебрювини, Гюндаган, еще кто-то. Но мало кто вспоминает этого скромного футболиста из Манчестера. Бернардо Силва просто в потрясающей форме. Он может сыграть и в центре полузащиты, и с фланги, и ближе к атаке. Но это при схеме Гвардио. Поэтому это большой плюс, что у португальцев есть такой игрок. И недавно ходил слух уже, что Атлетика Мадрид хочет провернуть просто отличный трансфер для себя. Это обменять Сауля, своего воспитанника, на Бернардо Силва. Не скажу, что Сауль прям хреновый игрок. Но на данный момент Бернардо Силва намного сильнее его. И если эта сделка все-таки состоится, матрасники точно будут в плюсе. Ну и куда же без него, без легенды мирового футбола Криштиано Роналду. Обидно говорить, наверное. Не обидно, а грустно говорить, что это, скорее всего, последний его чемпионат Европы. 36 лет. Просто до сих пор в потрясающей форме находится Португалец. Если Ювентус там все-таки провалился, ну каждый сезон он там выигрывает трофеи. Два чемпиона в Италии, Кубок Италии. И он не собирается ни в Эмираты, ни в Саудовскую Аравию. Это, в принципе, одно и то же. Ни в Китай, ни в США. В 36 лет он думает, куда перейти, в ПСЖ или в Манчестер Юнайтед. Вот такие вот цели у 36-летнего футболиста. Ну и, конечно же, на этом чемпионате Европы всем болельщикам футбола надо каждую минутку смотреть за Криштиано, потому что это, опять говорю, последний его чемпионат Европы. И, возможно, таких игроков, как Криштиано Роналду и Леональ Месси, мы не увидим еще в ближайших, может быть, даже десятки лет. Последний турнир в сборной Германии под руководством Юхималева. Целых 15 лет был у руля сборной 61-летний специалист. За это время успел стать чемпионом мира. А вот на чемпионатах Европы максимальный результат было второе место в 2008 году. Лига наций явно пока не турнир в сборной Германии. В этом сезоне заняли второе место, набрав всего 9 очков в 6 играх. Нича и поражение 0-6 от лидеров испанцев. Две ничи с швейцарами и два раза обыграли сборную Украину. В квалификации на Мундиаль в Катаре подопечные Юхималева обыграли 3-0 Исландию и 0-1 сборную Румынии в гостях. Главная сенсация пока что всего отбора на чемпионат мира – домашнее поражение немцев 1-2 от сборной Македонии. Травмировался центральный полузащитник Баварии Леон Горецко в полуфинальном матче с ПСЖ. Так и не успел восстановиться. Очень крепкий центральный полузащитник, цепкий, спасимый. Это будет одна из потерь сборной Германии. Отдельная история, наверное, про Марка Андрето Штегина. Он все-таки решил залечить травму и не поедет на чемпионат Европы. Его понять можно, даже он не та ситуация, когда, знаете, игрок рвется уже на чемпионат Европы. Просто он понимает, что он поедет. С Мануэлем Нойером голкиперы травмируются очень редко. И он опять просидит на лавке весь чемпионат. Ему уже 29 лет. И вы можете просто себе представить, Марк Андрето Штегин к своим 29 годам ни разу не был первым номером сборной. Да, понятно, там не стареющий Нойер. Но как же обидно за Андрето Штегина. У немецкой машины нет как кого-то определенного супер-игрока. Вся команда хороша. И есть и старенький, и новенький. Это и Нойер, которого я только что недавно упоминал. И Рюдегер провел отличный сезон за Челси. И раньше я думал, просто защитник с хорошей физикой, быстрой, сильной, прыгает. Но сейчас все убедились, что это реально топ-защитник. Химик, который один из лучших опорников мира на данный момент. И перечитать там много и Санне, и Мюллер, который не стареет. Который мало техники, но который очень полезен для сборной Германии. Даже Тимо Вернер. Тимо Вернер, который в Челси просто обосрался. То в сборной он довольно-таки неплохо забивает, отдает. И возможно именно даже Тимо Вернер проявит себя в сборной Германии. Действующий чемпион мира – сборная Франция. Едет на турнир еще более сильным составом, чем тот, что был в России. Одна из главных новостей перед турниром – возвращение в сборную спустя 6 лет после скандала Карима Бензема. Французы не так давно уже встречались со сборной Португалии в Лиге наций. Ни разу не пропустили от Кареро и команды. Ничья 0-0 и гостевая победа 0-1. На классе обыграли сборную Хорватии и Швеции по два раза. В отборе на чемпионат мира 2022 года французы занимают уверенную первую строчку. Домашняя ничья 1-1 с украинцами и две уверенных гостевых победы над сборными Казахстана и Боснии. У англичан много крутых правых защитников, у французов много крутых левых. Но выбор у Дедя Дешама чуть полегче, потому что двое травмировались. Тео Эрнандес из Милана и Минди из Реала. Но на их позицию есть другие три крутых левых защитника. Это брат Тео Люка из Баварии, который также может сыграть в центре. Из Эвертона Люка Динь и Минди из Манчестер-Сити. И непоятно чемпионат Европы, я даже думал, надо его сюда запихивать, не надо. На травме Энтони Марсиале. Но он уже давно не игрок сборной Франции в топ-23, даже в топ-26, мне кажется, он бы не попал, если бы даже был бы здоров. Очень печальные последние сезоны у него за Манкунианцев. Да и его на позицию там. Бензема сейчас. Жеру, Мбапе, Бен Йедер, Гризман, Дембеле. И можно перечислять еще кучу крутых игроков в сборной Франции. И поэтому Марсиаль по заслугам не едет. Как у португальцев, как у немцев, у французов свыше крыши крутых игроков. Но можно отметить, конечно, возвращение Карима Бензема в сборную. Спустя 6 лет все-таки они помирились, не помирились. Ну, Бензема в сборной Деды Шам говорит то, что все нормально. Общение восстановлено, все хорошо. Бензема получил микротравму, но Кьевра будет готов, поэтому он может спать спокойно. Но там есть Оливье Жеру. И я скажу вам плюс Оливье Жеру. То, что Оливье Жеру выполняет роль Бензема в Реале при Роналдо и Белле. Он единственный центральный нападающий. И Гризман, Мбапе больше свободы есть. А это такой, как бы говоря, столб. Бензема сейчас просто лидер Реала Мадрида. И он может нарушить своими лидерскими качествами эту схему. Лучший молодой игрок мира, который сейчас есть, это Кельян Мбапе. Лучший бомбардер Лиги 1, но тут и никто не удивится. Играет в ПСЖ, выиграл чемпионат мира. Говорит, ну это так. Ну, выиграл и выиграл. Лучший чемпион выиграл. Если он, наверное, выиграет чемпионат Европы, он такой, ну ладно, что. Пойдет. Пойду в маке похаваю. Энголо Канте. Я говорил то, что Кевин Дебрюни лучший полузащитник в мире. Так оно и есть. Он ближе к атаке. Если смотреть ближе к опорной зоне, то именно Канте лучший. И Канте, не важно, хоть Франция проиграет все три матча на групповом этапе и вылетит с европейского турнира этого. Именно Канте должен получить золотой мяч. Года три назад это был идеальный опорник, но пас, удар хромал Унголо. За эти три года он потянул эти качества. Поэтому сейчас это лучший центральный опорный полузащитник в мире. Ну и конечно, как же не любить за его скромность. Вот и все. Вот и все группы, которые будут участвовать на чемпионате. И уже завтра стартует матч открытия в Риме. Сборная Италии против сборной Турции. Мое маленькое мнение по поводу этой игры, скорее всего, итальянцы будут играть увереннее. Будет какой-то не особо забивной матч. 1-0, 2-0. Сухая игра для итальянцев, мне кажется, тоже возможно. Но не услышу такого результата, если турки скажут, а понеслась и там забьют 3, пропустят 5 или наоборот. В общем, неважно, посмотрим завтра. Всем, кто посмотрел этот выпуск, до конца вам огромное спасибо. Ставим лайки, подписываемся. И будем смотреть именно с вами чемпионат Европы 2020.